Сегодня 19 апреля 2024 года, товарищи, Ялте похолодало. Я смотрела в Гесметио, там 18 градусов, ветер довольно прохладный, надо было мне надеть кардиган вязанный, тёплый, трикотажный, потому что холодновато. Ну, у меня платье вязаное и сарафан, мой вечный сарафан, который подарила мне Рита Полукарова. Наверное, уже жалею, что такой хороший сарафан мне подарила. Ну, замечательный, мне его на всю жизнь, наверное, хватит. И ношу я его и зимой, и летом. Зимой, если холодно, то уже надеваю. Летом прохладную погоду ношу. Ну, просто замечательный. Холодно, товарищи, холодно. Ходила я в следственный отдел на партизанскую. Так, я уже со счёта сбилась, сколько раз мне отказывают, но мы снова и снова пишем. Наверное, раза четыре, может, уже и пять, не помню. По возбуждению уголовного дела на приставов, которые оставляли меня без пенсии. Там какое-то дисциплинарное воздействие на эту Герасченко вроде было сделано. Но что я не поняла. Я смотрела там, когда фотографировала дело, один раз ей был вынесен выговор, второй раз, по-моему, замечание. Но это, конечно, очень мало за тот беспредел, что она творит. Это просто не люди эти приставы, просто не люди. Поэтому я буду писать столько раз, сколько до тех пор, пока я жива, или до тех пор, пока не поменяется власть. Потому что такие люди должны быть, должны отвечать по уголовному кодексу. Оставить одинокую пенсионерку без средств существования и жить, как ни в чём не бывало. Это ни в какие ворота не лезет. Я вообще не думала, что такое возможно. И кому рассказываешь, кто ещё не сталкивался с российскими реалиями жизни. Те не верят, что такое возможно. Ну ничего. Мало, видимо, вы ещё прожили в России. Ещё убедитесь, что возможно ещё и не такое. Так, ну что, следователь велел прийти во вторник. Вот только мне больше делать нечего, как только туда-сюда ходить. Ну ладно, гулять тоже надо. Дела, конечно, у меня есть. Я вот сейчас пытаюсь писать летопись рода Гуковых. Это очень-очень кропотливый труд. Надо очень много лопатить архивных документов. Много есть в интернете. Ну, да, много есть. Но, конечно, не всё. Я написала в один из архивов, не знаю, когда мне придёт, написала по электронной почте. Наверное, надо и написать ещё по обычной почте. Потому что, ну, для такой уже... Для уверенности в том, что я получу ответ. Потому что мы с Гуковым давно разошлись. И я не общаюсь ни с ним, ни с его родственниками. Вот. Они в Алтай переехали. А вот откуда переехали точно, я не знаю. Или с Монороссии. Это их предки. Девятнадцатого некий. Или с Монороссии. Или с Южной губернии России. Ну, мне надо это точно знать. Потом буду писать в архивы, откуда они переехали. Понимаете? Это очень большой труд. Когда я писала летописи родов отца, матери, бабушки, я ездила по архивам. Не по всем, конечно. Специально туда ехала. У меня были деньги. У меня был Лайо. Который мне посылал деньги. Царство ему небесное. Каждый месяц посылал. Если бы я умела копить, я бы, конечно, накопила. И квартиру вот эту, в которой я мучаюсь, живу, я бы поменяла на другую. Хотя бы на обычную хрущевку. Эта квартира очень плохая. А она чем плохая? Она плохая с соседями. Потому что в таких домах гостиничного типа и малосемейков их давали работягам. А большинство работяг это быдло быдлом. И вот сейчас там живут. Живет потомственное быдло. Ой, надо посидеть устало. Сумка тяжелая. Какая красота. Боже, ну какая красота. Да, посмотрите. Это нереальные цветы. Просто нереальные. Кто-то же их вывел. Это декоративная, наверное. Наверное, какой-нибудь декоративный миндаль. Обалденные цветочки. Вот сегодня очень-очень прохладно. Ух-ух-ух-ух-ух. Но гулять все равно надо. Сейчас снова зайду на почту. Надо там кое-что сделать. И, наверное, здесь, туда-сюда погуляю. Короче говоря, писать летопись рода очень кропотливый труд. Очень кропотливый труд. Если ты не заказываешь профессиональному родоведу, их называют генеалогами, потому что генеалогия наука родоведник, они просят за работу 200 тысяч. Понимаете? 200 тысяч. Они ездят по архивам. Да у них, конечно, у профессиональных родоведов все эти архивы, они давно перефотканы. И они у них дома, конечно, есть. Вот. Ну, иногда и ездят, конечно, и по архивам, чтобы метрические книги посмотреть тех людей того рода, которые заказывают, которые заказывают летопись написать. Понимаете? 200 тысяч. Ой. Ну, это, конечно, ездить надо. На дорогу. Деньги. За справки, за архивные платишь деньги. Понимаете? Ну, когда я писала летописи трех родов, я ездила там к родственникам. Понимаете? Это уже было мне легче. Потому что я там жила у родственников и так далее. Ну, и у меня были деньги тогда. Я много на деньги Лайла сделала и книгу своей матери издала. Она находится в библиотеке Ленина. Ну, вы знаете, я должна сказать, что эта книга как бы такая немного... Ну, она излагает материал, излагает историю немножко в приглаженном виде. Ну, в общем-то, так было принято. Так было принято. Она, конечно, рассказывает о том, что было ужасно, вот особенно на Колыме. Рассказывает о том, что... Ну, о многом рассказывает. Ну, немножко как бы не то, что в приглаженном виде. Она старается не писать те ужасы. О тех ужасах, о которых она знала и рассказывала. Но в книге она о многом не пишет. Ну, видимо, просто для своих потомков решила написать такую... Мемуары такие. Вот. Ну, и не принято было писать. Все выворачивать наизнанку. Да и сейчас я считаю, что... Ну, не все интересно потомкам. В частности, вот личная жизнь мне страшно. Я выбросила у нее целую главу о их личной жизни, моих родителей. Потому что нам это не интересно. Понимаете? Даже мне не интересно. Но это совершенно не интересно потомкам. Я ей сказала, что я напечатаю твою книгу и в интернете, и в бумажном варианте, но выброшу главу о ваших взаимоотношениях. Она говорит, почему? Я говорю, да потому что это никому не интересно совершенно. Понимаете? Даже вот если люди известные, знаменитые, и то о личной жизни лично меня совершенно не интересует. Понимаете? Ну, личное, оно есть личное. А все остальное, это жизнь наших людей, нашей страны в те годы. Какие-то исторические события, это, конечно, всем интересно. Боже, кто в такую холодину еще поплывет. Плавает. Такая холодина. Видите, уже куртки сегодня надели. Вот такие дела, как мы тут прозябаем. Народу, видите, никого нет. Я сегодня оделась теплым. Сейчас зайду на почту. Там надо кое-что взять. Пойду попью. Накуплю батончиков, попью чайку. Еще погуляю. В общем-то, я тепло одетая. Так что, кто-то думает, что мне делать больше нечего. Как только ходить по судам, то это не так. Мне обязательно надо написать летопись Гуковых. О, это займет не один год, я думаю. И надо разобраться с фотоархивом. Я считаю, что весь фотоархив надо, конечно, в интернет загружать. Ну, что-то под... в закрытом доступе что-то в открытом доступе. Вот. Ну, в интернет. Потому что... Ну, чтобы какие-то родственники смотрели. И оно не пропадет, я надеюсь. Потому что интернет, он будет существовать до тех пор, пока человечество существует. А если где-то у себя дома держать, на дисках, на жестких. У меня один диск поломали, и очень много фотографий исчезло. Мне они очень дороги, но исчезли. Так что, дорогие товарищи пенсионеры, приводите свои архивы в порядок. И, конечно, надо все хранить в электронном виде. Спасибо.